Владимир вступил на путь просвещения. Всероссийское общество знания привезло к нам в город свой образовательный проект. Целый день в Доме молодежи проходили мастер-классы и лекции для детей и взрослых. Говорили обо всем – от социальных сетей, компьютерных игр до живописи. Преподаватели Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки из Москвы дали урок воспитанникам Владимирских художественных школ и студий. Писательница Лариса Васильева приехала, чтобы рассказать о двух самых больших увлечениях в жизни – литературе. Ее книги «Кремлевские жены» и «Дети Кремля» давно в числе бестселлеров и музея танка Т-34. Одним из создателей легендарной машины был ее отец. В память о нем и танке, благодаря которому Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне, Лариса Васильева создала музей. Он находится в ближнем Подмосковье, в деревне Шолохова. Как говорил мой отец, Т-34 – это половина. Он отовсюду взял самое простое и самое точное и все в себя вопрак. Два моих состояния – с одной стороны танки, в которых я ничего не понимаю, с другой стороны любовь, которая наполняет литературу, вот она мне дает возможность не стареть. Настоящим подарком владимирцам оказалась творческая встреча с Валентином Гафтом. Известный актер рассказывал анекдоты из театральной жизни, но начал выступление с Пушкина, ведь у классика как раз был день рождения. Как выяснилось, именно Александр Сергеевич вдохновил гафтописать эпиграммы. Стихи не в бровь, а в глаз. Едкие и местами далеко не литературные. Нет ни в чем вам благодати, жизнью вас разлад. И красивы вы не кстати, и умны вы не в попад. В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что жопа есть. Это Пушкин.